Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Чем запомнится сегодняшний день? Президент Ильхам Алиев принял сегодня Кристиана Файтингера, исполнительного директора Международной Федерации Астронавтики. Эта некоммерческая научная организация, созданная в 1950 году, занимается проблемами освоения космоса в мирных целях, а также вопросами космоса с правовой точки зрения. На встрече Алиев подчеркнул, что космическая промышленность является одним из приоритетных направлений в стране. Азербайджан запустил уже два телекоммуникационных спутника Азерспейс, которые приносят стране валютные доходы более 25 миллионов долларов в год. Услугами спутников пользуются во Франции, Германии, Арабских Эмиратах и других странах. В переговорном процессе по урегулированию Карабахского конфликта сохраняется конструктивная атмосфера, заявил сегодня глава МИД Армении Заграб Манациканянов. Тем не менее, министр не внес конкретики относительно возможной встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Николы Пашиняна. Цитата. «Не будем спешить. Важно, чтобы мы строили процесс так, чтобы могли иметь результат. Надо быть уверенными, что следующий шаг выстроен так, что динамика сохранится». Напомню, встреча глав МИД Армении и Азербайджана прошла 16 января в Париже. Еще одна встреча, уже пятая по счету, вероятно, пройдет в феврале. Также в начале года состоялись переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на экономическом форуме в Давосе. Теперь на повестке дня новая формула – подготовка народов Азербайджана и Армении к миру. Сегодня опубликован глобальный индекс конкурентоспособности талантов. Это рейтинг стран, в которых комфортнее всего работать. Азербайджан занял в этом индексе 43 место, опередив все страны СНГ. По сравнению с прошлым годом, Азербайджан улучшил свои позиции на 14 ступеней. Наилучших результатов страна добилась по таким показателям, как простота найма, простота ведения бизнеса и соотношение оплаты к производительности. Россия заняла в этом рейтинге 49 место, сохранив его с прошлого года. Индекс составлен ведущей бизнес-школой INSEAD совместно с швейцарским кадровым агентством ADECA. Составители индекса оценивают возможности стран развивать человеческий капитал и привлекать талантливых работников. Картина азербайджанского режиссера Шамиля Алиева стала обладательницей сразу нескольких наград на индийском кинофестивале «Ашдор» «Золотой век». Лента «Степняк» удостоена сразу четырех наград фестиваля. Лучший художественный фильм, лучший режиссер, лучшая актриса и лучший актер второго плана. Напомню, фильм «Степняк» принял участие в 40 международных кинофестивалях, является обладателем множества наград. В том числе, картина была включена в лонглист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Утвержден логотип чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Азербайджане. Баку в 2019 году станет одним из центральных спортивных городов мира. Федерация гимнастики Азербайджана проведет три Кубка мира, два чемпионата Европы и один чемпионат мира по видам гимнастики. Отметим, что эти соревнования станут лицензией к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 16 по 22 сентября в Баку. На этом у меня все. Еще больше информации на портале «Москва.Баку». Хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok